На фоне ослабления курса доллара, рубль получил все шансы находиться в коридоре 65-70 рублей за доллар. Достаточно длительное время. Этот сценарий будет реализован, если не случится форс-мажора. Преодоление рублем психологической отметки в 70 рублей за доллар и уход ниже этого уровня стали важным событием уходящей недели. Это произошло в понедельник, а уже к среде российская валюта отыграло все потери после 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+. Курс доллара на Мосбирже приближался к 68 рублям. В четверг он несколько скорректировался, вышли отметки 69, а в пятницу рост рубля продолжился. К прочим мировым валютам доллар также дешевел. По оценкам экспертов, это происходит на фоне роста аппетита инвесторов к покупке рисковых активов в надежде на стабилизацию мировой экономики. При этом евро поддерживали решение Европейского Центрального Банка по стимулированию экономики. Текущему ослаблению доллара на глобальных рынках способствует общее повышение аппетита к риску, вызванное преимущественно двумя основными факторами. Первое – это надежда инвесторов на восстановление мировой экономики вслед за снятием карантинных ограничений. Второй фактор связан с тем, что противоречия между США и Китаем пока так и не коснулись их действующей торговой сделки, говорит начальник отдела анализов банков и денежного рынка ИК «Вэлес Капитал» Юрий Кравченко. В настоящий момент валюты развивающихся рынков укрепляются к доллару на фоне сохранения рыночного риск-он, согласен экономист БКС-премьер Антон Покатович. С одной стороны, мы видим, что рынки продолжают наполняться ликвидностью. В конце мая баланс ФРС превысил отметку в 7 триллионов долларов, увеличившись с марта почти на 3 триллиона долларов. Столь существенные объемы денежных вливаний позволили рынкам реализовать восстановление после вирусного спада. С другой стороны, настроение инвесторов продолжает движение в сторону оптимизма. На фоне ослабления карантинных мер участники рынка ожидают восстановления деловой и экономической активности. В результате денежные потоки возвращаются в активы развивающихся рынков, оказывая соответствующую поддержку валютам. В свою очередь, начальник аналитического отдела Церик Капитал Менеджмент Николай Подлевских указывает, что укреплению рубля помогло ослабление индекса доллара. Его впечатляющий откат, который начался еще с максимума в середине марта текущего года, в середине мая продолжился с новой силой. В результате от максимальных отметок индекс доллара ослабел на 6 и более процентов. В последнее время заметным фактором слабости доллара стали провалы системы здравоохранения США на поприще борьбы с эпидемией. Растущее в обществе напряжение стало питательной средой для вспышки насилия, как торнадо, прокатившийся по американским городам. Заход индекса доллара на новое снижение по времени как раз совпал с указанным обострением. Слабость доллара отчетливо проявилась по отношению к евро, а также к другим валютам. Европейская валюта выросла к доллару на ожиданиях нормализации весенних проблем. Во всяком случае, там опасения по поводу долгового обрушения стран Юга Европы временно отошли на второй план, и жизнь в основных европейских странах начала постепенно налаживаться. Про США такого сказать нельзя. Противостояние с Китаем и его новое обострение на фоне ситуации в Гонконге делает перспективы доллара более зыбкими. Изменение конъюнктуры внешних рынков, что послужило к изменению интереса к рублевым активам, включая долговой и фондовые рынки. Понятно, что в случае новых обострений взаимоотношения между крупнейшими экономиками эти факторы будут динамично изменяться. Если напряженность будет возрастать, то поток капитала из Китая ускорится, и эта репатриация капитала в США будет приводить к укреплению доллара. Но компаниям, переводящим заводы в США, будет выгодно иметь доллар слабым по отношению к юаню, поскольку за имеющиеся у них в Китае юани можно будет купить больше долларов. Слабый доллар полезен и для развертывания фабрик и заводов в США, поскольку слабая валюта повысит конкурентоспособность производимых в стране товаров. Да и долгосрочно в торговых взаимоотношениях США тоже заинтересованы иметь более слабую валюту по отношению к юаню. Так что попытки выправления торгового баланса между двумя странами будут проводиться не только с помощью пошлин, но в первую очередь с помощью ослабления доллара США. К прочим факторам, влияющим на перспективы валютного рынка, эксперты относят прежде всего риски новой волны пандемии. В случае реализации подобного сценария инвесторы вновь потеряют интерес к рисковым активам и вернутся к покупкам доллара. Кроме того, нельзя исключать дальнейшего ухудшения отношений между США и Китаем, что неминуемо приведет к бегству от рисков доллара. Например, в случае нового раунда торгового противостояния США и Китая, страхи вновь могут занять доминирующие позиции в настроениях рынка, что повлечет за собой сокращение аппетитов к покупке риска и укрепление защитных позиций инвесторов. Если в ближайшие 2-3 месяца мировая экономика начнет восстановление, поддержка со стороны мировых регуляторов может сократиться. Без постоянного пополнения объемов ликвидности в рынках со стороны монетарных властей, инвесторам придется концентрировать внимание на реальных темпах восстановления мировых экономик, которые в этом году могут оставаться весьма сдержанными. Данный формат также может привести к рыночной коррекции и возвращению доллара к росту. Наконец, пока непонятно, как беспорядки в США могут повлиять на эпидемиологическую обстановку в стране. В случае ее ухудшения полноценный выход из карантина затянется, что приведет к негативным экономическим последствиям для США и, соответственно, затормозит восстановление мировой экономики. Такие риски будут играть на руку долларов. В целом, если не будет реализован какой-либо неблагоприятный сценарий, прежде всего с точки зрения вируса и геополитики, эксперты ожидают, что тренд на слабый доллар окажется достаточно длительным. Факторы за беспрецедентные финансовые вливания со стороны ФРС США, которая на полную мощь включила печатный станок. В этой ситуации в ближайшие месяцы российская валюта будет находиться в коридоре 65-70 рублей за доллар, что является технически оправданным уровнем. Впрочем, ожидаемые турбулентные потоки событий внесут много разнообразия в этот предполагаемый длительный тренд, делают выводы эксперты. Я очень рад, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно нажмите кнопочку подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий новый выпуск свежих новостей. Спасибо большое за просмотр, поставьте лайк этому видео. Обязательно напишите внизу комментарий, поделитесь этим выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Всем спасибо, до новых встреч, друзья!